Дмитрий, сегодня расскажем про нашу конкретную задачу. Задача называется поиск, скажем так, определение категории поисковых запросов. Чуть-чуть подробнее позже. В общем, мы наш доклад разделили на две части. Я буду рассказывать про боли, страдания и ошибки, которые мы допустили в ходе текущего проекта. Весь сроки Science и как мы его решили на Диме, поэтому начнем. В общем, цель доклада. Как я уже сказал, первое, лично я не являюсь специалистом в текстовой аналитике и просто хочется оценить, насколько релевантны и валидны наши решения. Если у кого-то есть какие-то рекомендации, с радостью их выслушаем, если это поможет. И второе, в ходе данного проекта мы допустили ряд ошибок, с которыми хотим поделиться в надежде, что, может быть, это кому-то поможет избежать их в будущем. Что представляете собой задачи? Задача крайне простая. То есть пользователь вводит в поисковом строке какой-то запрос. Запрос может быть любой. И к каждому такому запросу нужно отнести категорию. Изначально у нас категорий не было. В дальнейшем у нас появилось порядка… Здесь не видно. Я тогда с этой стороны. Порядка ста категорий были предоставлены нашим заказчикам. Но, в принципе, вся задача. Из входных данных просто текст. Из каких-то KPI-ов у заказчика было просто, как-то сказать, ожидание. Он хотел, чтобы 50% всех вводимых запросов хоть как-то категоризовались. Ну, ладно, не хоть как-то. Достаточно точно категоризовались. Все. С чего мы начали? То есть… А, что еще было? На волне интереса к нейронным сетям и, в принципе, наверное, публика подтверждает. Заказчику хотелось попробовать… Да. Зачем это? Хорошо. Окей. Чем может помочь категория? В основном для маркетинга. То есть, когда мы знаем, допустим, категорию healthcare, либо medicine, либо там foodware, что угодно. То есть, знание этой категории помогает легче оптимизировать маркетинговые компании. Лучше понимать, куда можно тратить деньги, ну или, в принципе, какая категория более платежеспособна и куда можно… Ну, то есть, где мы проигрываем, где выигрываем. То есть, в дальнейшем это трансформируется click-through rate, cost per click. То есть, это все просто для… Это улучшенные оценки маркетинговых компаний. То есть, когда люди вкладывают какие-то деньги, они хотят оценить, куда они пошли, какой фидбэк они из этого получатся. И, допустим, если мы знаем, что категория financial переносит больше всего денег, то есть, ну, это хорошо, но мы, допустим, понимаем, что medicine у нас проигрывает. Нужно найти почему. То есть, либо реклама нерелевантна, либо что-то еще. То есть, это… Я чуть-чуть позже про это еще расскажу. То есть, это какой-то очень маленький блок и, в принципе, это была одной из наших ошибок. Непонимание всего. Вот, сори. Roadmap. Так, в общем, вернувшись. Также нашему заказчику хотелось очень поиграться с нейронными сетями. То есть, для него это было представление такой magic box. Что-то подал на выход, и тебе по-любому что-то правильно будет. На, подал на вход, и что-то будет на выходе. И ему хотелось сначала, что вот давайте возьмем TensorFlow, подадим туда данные, и он по-любому нам что-то найдет. Все наши категории, то есть, даже которых нет. Он сразу выявит, какие из них классные, какие не очень. Ну, отлично. А, как бы, для нас это был интересный опыт, потому что, ну, заказчик хочет, дип-ленинг, играйся, не хочу. Мы немного поигрались и поняли, что, ну, во-первых, действительно у нас маловато опыта. Ну, и, в принципе, это не так работает. Это не какая-то магия, это стандартные процессы. В общем, пришли к тому, что сказали, что, извините, ребят, ну, либо очень долго, либо, то есть, мы не сможем в текущие сроки предоставить вам результат, который вы хотите. После TensorFlow пришел Google API. Провели, Google провел презентацию, все хорошо, то есть, они действительно практически могли решить нашу задачу, но тут было две проблемы. Во-первых, это стоит денег, ну, немаленьких. Во-вторых, у нас были технические проблемы. Мы никак не смогли связать гугловский API с текущим январем, ну, то есть, такая техническая задача. После этого, как бы, дедлайны у нас никто не отменял, мы решили выкатить самое простое решение, то есть, начать хотя бы с чего-либо, то есть, такой, так сказать, самокатик. Этим самокатиком стал обычный матчинг, то есть, мы взяли наш словарь, точнее, не словарь, 5 категорий, 100 категорий, просто обогатили его синонимами и начали матчить. То есть, мы просто искали совпадение в запросе и в словаре. Все очень просто, то есть, никаких кипяев здесь не надо. Либо слово нашлось, либо слово не нашлось. Это дало нам, то есть, мы где-то покрыли этим 20% всех запросов. Но проблема в том, что большинство слов в нашем словаре, они имели несколько значений. И, допустим, слово job, оно относилось либо к категории работа, оно также могло относиться к категории Steve Jobs. То есть, на этом, на данном этапе мы никак не могли это разделить. Впоследствии мы просто трансформировали это решение в усложненное. Про усложненное решение расскажет Дима, но оно строится на словарях, Википедии, ну и, в принципе, в джинсиме, там даже вортовек есть. Ну и, скажем так, наши боли и страдания в рамках данного проекта это не рейтинг, это вот все то, с чем мы столкнулись. Первое — это системный подход. То есть, ладно, из моего опыта многие заказчики представляют, что Data Science — это реально какая-то магия, и путем каких-то странных махинаций можно прийти, попросить что-либо, и тебе вот дадут какую-то сказку, причем в очень быстрых сроках. На самом деле это не так, и в бизнесе мое личное убеждение, что нужно иметь сроки даже на ресерч. То есть, если вы говорите, да, с этой задачей мы не сталкивались, мы не знаем, как решать. То есть, лучше всего описать подход, и если у вас подход этот не получается, просто рубить его на корню и возвращаться в начале. То есть, мы столкнулись с тем, что вместо того, чтобы остановиться, осмыслить что-то, то есть, что у нас не получается, либо мы просто зашли не так, мы просто продолжали что-то делать. Это была наша ошибка. Вторая ошибка — это недостаток бюрократии. Обычно, ну, то есть, бюрократии всем в избытке, у нас это был недостаток. Заключалось это в том, что нужно было структурировать свой поиск, то есть свой поиск подхода к решению. И нужно было, чтобы заказчик точно понимал, ну и в принципе, наш заказчик конкретно точно понимал, на каком этапе мы находимся, что мы сейчас проверяем и, в принципе, к какой цели идем. И плюс то, что вот вы спрашивали, мы не до конца понимали всю нашу задачу. То есть, да, мы видели маленький блок, который мы решаем, но достаточно просто найти категорию к поисковому запросу. Но, как оказалось, этой задачей интересовались и другие, другой менеджмент, и у них были совершенно другие представления и о успехе, и о метриках, и они, в принципе, видели эту задачу в другом свете. И для каждого менеджера нужно было просто переделывать решение. То есть нужно… мы для себя поняли, что мы совершили ошибку, не спросив вот такие обычные вопросы изначально. Куда этот блок будет страиваться после? То есть мы вообще где? И да, то есть explorative data analysis – это то, что вот я говорил. То есть на каком-то из этапов мы поняли просто, что мы застряли, и по-хорошему мы потеряли много времени, но нужно было вернуться в начало и просто более детально посмотреть на данные. Это бы нам сэкономило прилично времени. То есть сделать более углубленные, да, более тщательно понимать род категории. То есть достаточно ли хорошо представлены категории, выданные заказчиком. И validation set – ну тут все просто. Когда мы матчили слова, то есть мы не подозревали, что нужен в принципе какой-то validation set. Либо слово нашлось, либо слово нет. Но когда мы начали усложнять свое решение, тут вот и возникла эта проблема. То есть нам не с чем было сравнивать. То есть когда мы сравнивали один запрос с категорией, ну то есть мы просто застряли. Мы вернулись сначала и просто ручками все разбили, создали свой validation set, который в принципе используем сейчас. То есть мы просто зря потратили время. Хотя не зря. Мы потратили больше времени, то есть не оптимизировали. И baseline – тоже очень простая штука, которую мы, к сожалению, изначально тоже упустили и вернулись к ней достаточно поздно. В процессе поиска решений мы поняли, что мы не оптимизируем какое-то одно, а мы просто перескакиваем с одного подхода на второй. И вот эти прыгания, они не давали нам никакой фидбэк. То есть каждое наше новое решение, ну казалось, оно достаточно валидно. Но не было понимания, улучшили мы предыдущее или в принципе где. После того, как мы создали baseline, мы начали получать фидбэк о наших решениях. Это достаточно такие базовые вещи, ну то есть, наверное, такое капитанство. Но, к сожалению, в текущем проекте мы упустили. И в принципе, вот и да, и validation set, он бы нам сэкономил, наверное, проект длился месяца-полтора, но недели две так точно, если бы просто вот пошли, скажем так, по стандартным data science или что-то в этом роде. Далее Дмитрий расскажет про весь rocket science, который у нас есть, ну и в принципе про наше решение. Апуль. Сорян. Всем привет. Я подробнее расскажу о решении, к которому мы пришли. Расскажу об архитектуре, расскажу, как мы собирали словари, как мы сгенерили корпус данных для обучения. Возможно, кому-то это будет полезно в других задачах, связанных с текстовой аналитикой. Как такового, тот rocket science должен быть взят в кавычки, потому что для такой задачи, по сути, моделей или алгоритмов их не так много. То есть кодинга здесь на самом деле немного. Повторим этот слайд. То есть дан только запрос. У нас нет никаких списка релевантной выдачи. То есть вот этих вот, например, ссылок, за них мы не можем цепляться. У нас этой информации нет. Есть только тело запроса, и нужно отнести этот запрос к одной из 100 плюс категорий. Например, news streaming movies on Amazon. Этот запрос должен быть отнесен к категории видео. Архитектура, которая на текущий момент у нас есть, проект еще в разработке, она достаточно простая. Есть уровень словарей, есть уровень, следующий уровень, это тематического моделирования. И такой еще третий блок, здесь можно отдельно выделить, это припроцессинг, который мы делаем для маппинга. Чтобы это работало, нужны хорошие словари, то есть создать словари по категориям и сгенерить корпусы данных для обучения алгоритмов тематического моделирования. Дальше мы это обсудим в деталях. Начнем с создания словарей. В принципе, на слайде, на фотографии показано, как это можно сделать. Если проговаривать, то мы какую-то часть тематики мы просто закрыли созданием словарей, каких-то токенов, фраз. Допустим, у вас есть тема, категория авторепэр, какой-то ремонт автомобилей. Достаточно просто и быстро сгенерить тот список токенов и фраз, которые могут быть актуальны к этой категории. Эта часть работы на уровне monkey job, но она покрывает примерно не менее 30% всех запросов, чтобы понимать. То есть, с одной стороны, можно тратить время на rocket science, с другой стороны, который может и не дать хорошего буста. С другой стороны, создание словарей, на которые уйдет, может, даже меньше времени, чем на исследование каких-то алгоритмов, оно уже вам покроет 30% всех запросов, которые у вас есть. То есть, и точность этой категоризации будет очень высокая. Ну, еще стоит указать, что словари мы создавали из предпосылки, что если там есть токен какой-то фраза или кейворд, то он должен быть не амбигиус, то есть job в категории jobs не должен присутствовать, потому что это амбигиус слово. Что касается сбора корпуса текста для алгоритмов тематического моделирования, здесь разными путями можно идти, но задача была какая? Для каждой категории собрать корпус текстов, который релевантен этой области, например, real estate, luxury cars, fashion и так далее. Опять же, это можно делать по-разному, мы делали следующим образом. Мы искали категории в Википедии, дальше, допустим, если перейти в категорию real estate, у вас будет список как самих страниц, которые есть в этой категории, их 270 здесь. Также есть список подкатегорий, которые, например, могут также вам быть интересны, которые охватывают область real estate. Можно это парсить здесь, но есть удобный ресурс, в котором вы можете указать вашу категорию и указать депс, то есть ту глубину, сколько категорий и подкатегорий вы хотите тянуть из, чтобы в выдаче присутствовали те страницы, например, из-под категории. Вот если указать депс здесь 0, будут те же 270 страниц одним списком. Это очень удобно, вы сразу по категории получаете, по сути, список тех страниц, которые вам нужно спарсить. То есть это точечное, это удобно для точечной генерации корпусов, в принципе, для многих задач. В итоге по объемам словаря и корпуса в словарях у нас было больше 10 тысяч токенов, то есть в среднем 100 токенов на категорию корпус у нас состоялось более чем 50 тысяч страниц википедии, то есть примерно по 500 страниц текста на категорию. Несколько слов при процессинге перед построением в модели тематического моделирования. Он достаточно базовый для анализа текста. Мы удаляли спецсимволы, стопфорды, удаляли редкие слова, делали штемминг и генерировали биграммы. Дальше также воспользовались библиотекой GenSim и алгоритмами LDA и LSA. Если кто-то не знаком, у нас будут линки и в целом GenSim он очень прост, он позиционируется как идеальный для прототипирования. Если кто-то с ним не знаком, я советую обратить на него внимание. Там все достаточно просто. Мы строили эти модели, несколько моделей на разных трансформациях. В итоге на TF-IDF, Back of Words. В итоге у нас получались корпуса, в итоге получались модели, которые мы потом объединяли в ансамбль и использовали ее как единую такую прогнозную модель. Пример, как это может работать, как это работает. Сначала идет чистка запроса, потом идет уровень маппинга по словарям, и затем, если необходимо, вступает уже в скоринг тематического моделирования. Вот пример реального запроса YouTube Jobs интервью. Видно, что первые два слова написаны слитно через слэш, и в YouTube еще ошибка допущена. То есть сначала у нас чистка, которая приводит запрос к такому виду. Затем у нас спеллчекинг, который, если есть что поправить, то у нас создается клон исходного запроса, потом к исходному и клонированному запросу мы генерируем биграммы, и в итоге у нас получается такой лист токенов, которые будут мапиться по словарям. В данном случае замапятся YouTube и Job интервью к двум категориям. Если у нас мапится на данный момент, то есть если у нас мапится одна категория, то мы сразу осаним эту категорию к этому запросу. Если у нас не мапится ничего по словарям, либо мапится две и более категории, мы переводим этот квери на уже второй уровень, уровень скоринга алгоритмов тематического моделирования. То есть в данном случае этот запрос пойдет дальше, там будет немного свой похожий припроцессинг необходимый для скоринга, и уже ансамбль из этих моделей будет выбирать из этих двух категорий. Из Jobs, из видео, какая по семиллярити, какая категория будет более близка по сравнению этого запроса и корпуса, различных корпусов. В данном случае в итоге будет присвоена категория Jobs. Это то, что говорил Леша по поводу начальных ожиданий заказчика. Было заявлено, что хотелось бы заказчику определять, чтобы покрытие этими категориями составляло 50%, и в рамках этого покрытия у нас была точность категоризации не менее 80%. То есть это было достигнуто на этапе еще proof of concept, и сейчас идет, скажем так, доработка тех идей, которые у нас остались, чтобы дошлифовать текущую архитектуру. Что можно здесь, как можно это улучшить, какие следующие шаги. можно улучшать словари какими-то сленгами или другими еще словосочетаниями. также мы выяснили, что очень полезно создавать помимо 100 категорий, которые как-то эмпирически вывел заказчик, условно, мы не знаем природу происхождения этих категорий. имеет смысл проанализировать данные и посмотреть, что еще очень часто ищут пользователи и создать отдельный корпус данных для этих категорий, например, категории игры. Такой категории у нас нет, но она очень часто попадается в запросах пользователей, что в принципе логично. и иметь такой корпус, ну, создать такой корпус не составляет никакого труда, но модель, это будет полезно тогда, когда в вашем запросе, если вы обучали модель алгоритмы тематического моделирования только на 100 в ваших категориях, то о существовании категории игры в вашей модели будут не знать. Если в запросе явно речь идет об играх, но есть какие-то токены, которые не были словлены словарями, но они могут очевидно попасть в корпусах других категорий, то может быть неправильный маппинг, то есть имеет смысл создать другие категории и создать для них корпуса и обучить модель тоже на них. Это уменьшит ошибку. Также есть идея, то есть если вспомнить первый слайд с выдачей, то было бы здорово как-то получить информацию например о тех ссылках, которые выдает поисковик. То есть это бы очень сильно обогатило исходный запрос. Очевидно, что это повысило бы значительно точность. Google представляет это за деньги и так как у нас где-то в месяц генерируется порядка миллиарда запросов, то в этом смысла большого нет, потому что слишком дорого обойдется. Есть сервисы как Free Search API, но они до какого-то лимита free, например, этот сервис позиционируется как миллион запросов в месяц бесплатно. То есть если у вас похожая задача, но у вас нет такого объема данных, то это может очень сильно помочь, потому что это исходный запрос обогадит дополнительным текстом, который можно анализировать. Ну, есть еще идеи, мы пробовали прикрутить ворту век различными способами, пока на данный момент он какого-то значительного улучшения не дает, который был бы очевиден, значим. по сути это все. Это линк, который мы хотели бы показать. Если кому-то не знакома библиотека GenTeam, то я советую, кто-то интересуется текстовым анализом, я советую зайти на этот сайт, там очень все здорово написано. Спасибо, вопросы? Спасибо. Я хочу сказать, что мы обязательно выложим слайды через пару дней где-нибудь в чатике, можете увидеть ссылки. Это, кстати, еще одна мотивация, что если кто-то почему-то не в чатике и не считает канал Meetings Минск, я вас не понимаю. Добрый день. Добрый. У меня вопрос, вот вы, если я правильно понял, вы меня поправьте тогда, значит, вы сказали, что вот есть Google API, который решает вашу задачу, там есть категория, что-то такое есть, но он платный, но у вас миллиард запросов в месяц и так далее. Вопрос, может быть, есть ограничение легального плана, но почему вам просто не аппроксимируется этот сервис? У вас купить там, не знаю, несколько миллионов или десятков миллионов запросов разнообразных, построить модель, аппроксимировать категории, обновлять датасет через некоторое время и по сути иметь модель, которая в принципе и описывает поисковую систему, которую вам и надо, потому что вы пытаетесь определить категорию, которую выдаст та или иная поисковая система, правильно? Не какая-то абстрактная задача, а какая-то поисковая система. Ну, Google же тоже он как бы не выдает вам конкретную уже категорию. По сути, я думаю, что если бы была возможность выделить деньги на покупку вот этих всех запросов и оплаты Google, то, возможно, задача бы повернулась вот в такую область. По взаимодействию с Google, которое было в Google API, то есть там не так все гладко шло между Google и компанией, поэтому я думаю, что тут есть свои подводные камни, которые не позволяют так сделать. Например, проплатить, например, и сделать какой-то датасет, вы имеете в виду, то есть вы, наверное, имеете в виду сделать лейблы, то есть какие-то, условно говоря, сделать, перевести задачу в Supervised Learning, например, путем того, как Google будет возвращать категорию. Но идея неплохая, но я думаю, что тут не все так просто и не все зависит от датасайентистов как самих. Спасибо за доклад. Такой вопрос. Вот в том случае, когда у вас словарем смачивалось несколько категорий и вы запускаете топ-рик моделинг, были ли у вас такие случаи, когда наверх вылезали не те категории, которые смачивались? Конечно. Конечно. Очень логичный вопрос. То есть тут все представляется в такой как бы в таком цикле. То есть мы делаем какой-то корпус исходный, какой-то бейзлайн и прогоняем этот алгоритм, скорим, получаем какой-то предикт вот этих категорий. Мы смотрим на него, понимаем, что здесь стоит категория видео, и никакого отношения к видео она не имеет. То есть мы начинаем оценивать, почему так происходит. То есть либо обогащаем. То есть здесь проще всего обогатить корпус. Скорее всего, он более-менее скудный. И либо, например, это как раз речь идет о том, например, о категории играх, например, когда у вас модель обучена на каком-то лимитированном количестве корпусов и она не знает ничего об играх, хотя в запросе речь явно идет об играх. То есть здесь нам это пришло, ну, к нам это пришло путем вот таких итераций. Лучше это решается путем наращивания корпуса как по самим категориям, так и создания корпусов к тем категориям, которых не было у заказчика исходно. И последний вопрос. Благодарю вас за доклад. Собственно, у меня такой вопрос. Во время припроцессинга вы говорили, что во время припроцессинга вы удаляете редкие слова. Извиняюсь, вы удаляете редкие слова из своего корпуса или как вы их просто определяете в данном случае? Как я понял, у вас нет рабочего датасета. Редкие слова. Ну, как, у нас есть корпус, мы просто можем посмотреть, сколько это слово встречается в самом корпусе. Если оно достаточно редкое, если оно встречается один раз из всего корпуса, то мы просто его удаляем. То есть у вас были поисковые запросы, но они не были категоризированы? Нет, я имею в виду, это припроцессинг корпуса википедии для построения топик-моделинга. Это стандартный припроцессинг, он есть даже на сайте Gensim. То есть тут ничего нового. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ